видосик и демонстрировать экран, так хорошо, погнали, так в прошлый раз мы посмотрели на что такое флаттер, написали на нем халаверу, и будем сейчас проходить что-нибудь посложнее, например, так, я прошу еще одну секунду, так, сегодня посмотрим во флаттере как сделать штучки покрупнее, так погнали запускаем там нашу андроид студию, и для начала рассмотрим либо, чем хорош флаттер, у него растет комьюнити, растет популярность, и добрые дяди делают всякие липы, которые хорошо и легко подключать. Вот сегодня рассмотрим, как это работает, на примере сделаем, чтобы нам сделать счетчик, мы его уже умеем делать, сделаем его еще раз, но теперь в концепции модель view. Все знают, что это такое? да, но там дефолтная штука счетчик, недостаточно крутой, сейчас мы сделаем счетчик покруче, следующим образом. Есть такая концепция модель view, программирование, это когда у вас данные и их внешний вид надежно разделены, то есть грубо говоря, есть там класс или набор классов, в которых хранится вся ваша, так сказать, модель, то есть где лежат данные, как они друг к другу относятся, соответствуют и наружу торчат всякие методы, которыми они управляются, а интерфейс прикручивается обратно и вся бизнес-логика в интерфейсе отсутствует. То есть грубо говоря, интерфейс дергает модель, а модель дает данные для интерфейса. Что это дает? Это дает некоторое упрощение отладки, то есть вы понимаете, где данные, а где их внешний вид, и это дает возможность менять внешний вид относительно дешево. То есть если у вас, грубо говоря, бизнес-логика отделена, то вы можете быстренько там веб-интерфейс заменить на мобильный интерфейс, заменить на game dev-like интерфейс, интерфейс микроволновки, то есть неважно. И вы не будете переживать, что у вас там кусок микроволновки решает кусок вашей бизнес-логики. Поэтому вот пацаны сделали для Flutter классную либу, сейчас покажу, как искать ее и всех остальных. Есть такой сайт, называется pub.dev Да, короче, пэккеджи для дарта. Собственно, здесь вот сайт выделен прямо для дарта, тут можно со соединением, там всяческие комьюнити общаться. Можно, типа, искать пакеты всякие и самые популярные и так далее. Но нас конкретно интересует пакет, который называется Scope Model, по-моему, он называется. У него рейтинг 91, это означает, что он популярный, классный, клевый. И вот с ним можем работать. Тут у него есть экзампл, в котором, в принципе, вот написано все то, что мы сейчас быстренько провернем. Но нам это нужно будет повернуть для того, чтобы понимать, как это, в принципе, работает. Вот мы его нашли, Scope Model 1.01, там все такое. И переходим к программированию. Тут у нас уже из коробки дефолтный счетчик есть, но он мы, типа, считаем недостаточно крутой. Нас нужна, типа, модель счетчика отдельно. Для начала нам нужно подрубить наш пакет. Пакеты подрубаются. Вот тут есть, короче, YAML файл, FaxSpec. У него есть Dependency. Тут много всяких разных параметров, типа, там, настройки квадтера, там, Dependency, короче, для разработки и Dependency для релиза. Тут уже из коробки вот нам сделали пример, типа, что у нас подключены Купертина icons. Это иконки, типа, как на iOS. То есть можно сделать там сайт или на Android сделать вид, что, типа, это iPhone. Мы к ним еще вернемся. Пока оставим их здесь и пишем сюда, собственно, Scope Model с версии 1.01. Сохраняем, закрываем. И тут, оп, вылезла желтая ерунда наверху, глядите. Который говорит, что, типа, вы тут поменяли файл, может быть, новые зависимости получим. Да, мы на это соглашаемся. И Android Studio волшебным образом начинает все загружать, ставить, качать. И такая, раз, все закончилось. Все, теперь у нас стоит пакет. Пакет стоит, его подключаем через импорт. Пишем package, и он тут нам сразу предлагает список, короче, package, какие мы можем подрубать. Он зависит от dependency. То есть, если мы там в dependency напишем, то, ну, короче, тут они добавятся. Сейчас добавляем наш Scope Model. Неужели есть? Так, нам тут пишут преданные фанаты, что неужели нет другого способа, типа, Flutter me want this, please. Есть, конечно, заходишь, но вот на PubDev и пишешь там в search строку, типа, Flutter, хочу, то-то, то-то, то-то. То есть, тут достаточно все дружелюбно настроено, но понятно, что у тебя IDE не будет лезть на сайт сторонних производителей и искать, ну, самому яму не тыкать. Ну, может быть и есть, то есть, при бабашке же для Flutter есть, не знаю, типа, я вот так делаю. Вроде достаточно удобно, то есть, не сказать, что прям капец дичь. Импорт, кстати, вот мы сейчас руками написали, он там сам тоже умеет добавляться. Ну, вот мы, типа, руками написали, чтобы обнаружить, что у вас там код completion работал и так далее. Если ты точно знаешь, что набирает, что он тебе по, короче, классу или там по методу, который ты вызываешь, он тебе этот импорт добавит сам. Прям как там в шарпике или на джаве какой-либо. Так, погнали дальше. Вот мы такие, значит, разжились, собственно, моделькой. Теперь будем ее применять. Как это работает? То есть, для начала мы создаем модель, а именно, модель нашего счетчика. Она у нас наследуется от класса модель. Это как раз вот класс из пакета, который, ну, там делают все эти модель элевантные при бабашке. Что у нас тут в модели счетчика? У нас наш счетчик. Делаем его там private переменной. Делаем ей getter. И делаем метод, который будет наш счетчик увеличивать. И теперь, типа, собственно, момент волшебной магии. Мы здесь пишем метод этой самой модели. NotifyListeners. NotifyListeners, который, собственно, вызовет... Что вызовет? То есть, у всех, кому эта модель интересна, она вызовет, короче, уведомляшки. И, соответственно, всякий там внешний вид, методы сработают и произойдет волшебство, которое мы сейчас напишем. Так, Евгений Поликутин, V2.0. Ладно, пока там у вас идет HolyWork, как правильно добавлять пакеты, продолжим с нашей моделью. Теперь смотрим. У нас тут по дефорту напрограммирована всякая фигня уже из коробки, которая, собственно, и является нашим счетчиком. Но мы его сейчас будем писать по-другому. То есть, вот, короче, мы сделали модельку. Она у нас есть. Так, тут у нас что? Stateful widget, который вызывает MyHomePage. Это все пока оставляем. Вот этот Counter мы убираем. Он что, не нужен? У нас модели. Инкремент убираем. Он не нужен. Вот он наш билд. Комментарии пока уберем. Внешний вид, короче, трогать не будем. Что тут у нас? Детишки, текст. Вот текст, пожалуйста. Типа вот у нас текст, который выписывает Counter, который мы хотим, чтобы он представлял модель. Как его переписать на модель? Мы таки оборачиваем его... А, нет, ни фига. Мы, короче, корневой виджет, то есть чем выше, тем лучше, оборачиваем в Sculpt модель. Каунтер моделью. Сюда мы, собственно, передаем модель. Каунтер модель. Вот. Что это означает? Это означает, что все, что ниже, то есть все дети виджета Sculpt модель, они могут обращаться к этой модельке, каунтер модель, которую мы сюда добавили. Все, все. Все. Таким образом. То есть вот, типа, мы хотим, чтобы наш текст стучался в модели, показывал каунтер из нее. Мы, соответственно, его тоже оборачиваем в Sculpt модель Descendant от нашей каунтер модели. Что это нам дает на практике? Что, типа, все вот эти вот ребята могут ссылаться на модель. А, тут есть какой следующий нюанс. У нас это больше не child. У нас сюда есть, короче, параметр builder, который принимает на вход context, child и, собственно, модельку. Вот. Соответственно, что здесь получается? То есть вот мы создали наследника, который будет перестраивать этот виджет каждый раз, когда там произойдет метод notify.listener. И вот сюда мы пишем, вот наша модель, дочка каунтер. По-моему, это должно прокатить. Вроде прокатило. Вот. Сортов победы нашей сборной. Осталось еще только вызвать инкремент, чтобы она инкрементировалась. Сейчас это вызывается вот так. Делаем то же самое. Оборачиваем в descendant. Каунтер модели. И сюда, на preset, мы сюда должны функцию передать. А, сколько тут у нас? Builder. Который принимает контекст детей модельку. Моделька.инкремент. Без скобочек, потому что это метод. Ну вот, короче, типа должно работать. Давайте посмотрим. Так, девайсов нет. Где девайсы. Отлично. Погнали. Ах ты ж. Началось. ось. Ага, вот он подтянул. Собираем. В общем, конкретно про вот этот пакет. Пакет позволяет делать модель view. По нему можно потыкать. У него довольно небольшой исходный код. То есть при желании все то же самое можно и самому понадевать. Но вот она, короче, хорошую такую абстракцию представляет. Пакеты добавляются вот так. Может быть, есть способ удобней, как любит Андрей. Но на поверхности он не лежит. То есть было бы, конечно, круто, если бы ты такое что-нибудь пишешь, а идея такая, слышь, вон там в интернетах на таком-то сайте лежит такой-то пакет, типа выкачивай, чувак. Но такого не бывает. Типа, это как, не знаю, даже там, типа вижак угадывал бы, какие тебе нужны аддоны. Хотя у меня есть, конечно, marketplace. В общем, да, могли бы сделать и поудобнее. Flutter install scope модель. Это какая-то, короче, консольный маня-мирок. Ну, типа, с какой, кстати, Flutter install scope модель это удобнее, чем сейчас. Типа, тебе все равно нужно самому узнать про scope модель и куда-то его написать. Ну, ты его пишешь либо в консольку, либо ты его пишешь вот в YAML. Он же ставит его, кстати, не глобально на комп, а ставит глобально, в смысле, локально на проект. Поэтому Flutter install scope модель, куда он там? А в консоли ты, типа, не ошибешься. Так что нетушки. Типа, если сравнивать с консолью, то, типа, даже лучше. Здесь, если ошибешься, он тебе скажет, нет такого пакета. Ладно, выглядит как просто какая-то вкусовщина. Короче, вот во Flutter так. Так, о, не работает. Глядите-ка, что там у нас не так? Не может найти scope модель. Да что с тобой не так? А, ну правильно, потому что, короче, эту же штуку мы не обернули. Да, все правильно. Вот, смотрим. В чем был косяк? То есть вот этот вот descendant у нас находится внутри scope модели, а вот этот вот descendant не находится. Соответственно, вот этот scope модель надо было утащить наверх. у нас couple. Так. Отсюда мы его выбираем. Вот. Тут мы все это убрали. Сюда запихнули. Короче, должно прокатить. Есть такое ощущение, что я скобочку где-то забыл. Scuffle scope модель. Или не забыл, но не знаю. Посмотрим. О, нет, глядите-ка. Sort of заработало. Instance of counter-model.counter. Что-то пошло не так. Скажешь, но это стало получше. Так. Что там у нас? Было объяснение, как подключить к BD приложению. Нет, не было, но это в программе. Вот. Ну, подключение BD, это тоже там есть, короче, специальные прибабашки для работы там со всякими. BD подключаем как package и работаем. То есть, мы сейчас будем писать. Видите-ка, работает с ума сойти. Господи, как чудесно. Ну, вот. Теперь что такое? Мы посмотрели на ModelView, научились подрубать пакеты. Теперь напишем какую-нибудь серьезную апплику. Хорошо бы успеть за пару оставшуюся. Не обязательно получится, но ничего. Продолжим тогда в субботу. И было бы, наверное, здорово в субботу захватить уже React Native. Поэтому позаботьтесь, чтобы в субботе React Native у вас стоял. Будем писать в субботу на нем Hello World. А сегодня напишем менеджер расходов, например. То есть, менеджер расходов. Ну, все в курсе. Мы такие заносим там свои покупки. Он нам как-то считает, графики строит, список показывает. Такой лог, короче, расходов. Погнали. Это приложение закрываем. Оно нам больше не нужно. Создаем новый проект. Давай. И вот на нем, собственно, потренируемся. Итак, что мы хотим от лога расходов? Довольно простое. Это будет домашка. В домашкой я ее напишу. Давайте зафиксируем. То есть, нам нужна возможность записывать расход. То есть, сколько мы потратили, на что мы потратили, когда мы потратили. Это все должно где-то храниться, отображаться и, соответственно, не издыхать при перезапуске приложения. То есть, при... Не знаю. Наверное, можно попробовать поднять какой-нибудь, короче, там сервис баз данных в интернетах. Это уже, наверное, не сегодня. Ну, для начала локально хотя бы. Вот, поставил приложение, можно ввести лог расходов. Для этого нам понадобится, да, подключение к базе данных. Собственно, какая-то локальная база данных. Нет. Какой TXT? Ну, серьезно. Мы же взрослые ребята, поэтому база данных. Начнем... Начнем, начнем, начнем с интерфейса. Вот. Нет. Ни CSV и ни TXT. У нас же тут образовательный процесс, а не мы тут решили просто как взрослые ребята текстовичок все писать. На заре времен были вот эти вот менеджеры расходы. Это же, типа, одно из первых приложений, которое появляется, когда у человека появляется смартфон. И самые первые менеджеры еще на Windows и кипобеллах, они, да, все писали в текстовичок. И становилось всем... А я очень любил такие менеджеры и писал много и активно про все свои траты. И спустя несколько месяцев становилось невозможно пользоваться. Такой потом лезешь разбираться, почему невозможно пользоваться, и обнаруживаешь какой-то конячий текстовичок, по которому оно на доисторических процессорах пытается как-то искать, где ты там потратил 10 месяцев назад. Да, обязательно поднимем Postgres. И не раз, но потом. А сейчас интерфейс. Так, у нас из коробки, у нас тут есть, надо полагать, опять наш счетчик. Поменяем его на что-нибудь поприличней. Тут, ну не знаю, оставим пока все как есть, кроме, собственно, всего. Так, тут еще пока успели попредлагать JSON и Firebase. Почему бы и нет. Так, ну, погнали. Короче, как должен выглядеть список расходов. Надо, собственно, программировать. Так, тут у нас есть mypp, stateful widget, author не нужно, так все не нужно, widget build, контекст убираем. Погнали. Это у нас будет список. Так, со списком мы в прошлый раз вроде познакомились, поэтому список расходов у нас будет… Нет, нифига. Начнем как раз с scaffold. Scaffold – это, ну, довольно удобная штука для интерфейсов, которая имеет из коробки, ну, разные прям такие конструкции, которые здорово нам упрощают жизнь в вопросе постоянный интерфейс. Она поэтому в туториал встречает чаще всего, но и не будем отходить от классики. Итак, в scaffold есть adobe bar – это, собственно, заголовок. Сюда мы напишем просто, что мы напишем. Так, это у нас state… Сложновато. Давайте, короче, stateful сделаем. Модель, зачем нам stateful? Если мы делаем модель, то… Конит-state идеологически неправильно. Вот текст и мы делаем title. Кто чем-то недоволен? Точкой запятой ты недоволен? А, ну, правильно, господи. Короче, если мы пишем в апп-бар, то и пишем сюда, короче, виджет апп-бар. А вот в апп-бар уже мы пишем… Да, отлично. Теперь у нас есть апп-бар, такой красивый, симпатичный. У нас есть body, который будет с писком. Ну и хватит пока. Теперь список list view. У list view есть всякие разные прибабашки. Типа у нас есть там builder, там сложный list view. Есть еще separated. Separated – это наш старый добрый list view с прошлого занятия. С той лишь разницей, что у него красивые разделители. То есть в прошлый раз написали там четные, нечетные. И вот типа separated делает это все за нас. Можно там типа вот с control нажать. И тут можно будет посмотреть, как это все устроено изнутри. Ну, оно примерно так и устроено. То есть типа если делится на два, короче, то разделить. Но с индексами не нужно возиться. Он нам сразу, видите, создал три подсказки. Item builder, separator builder и item count. Item count – это количество элементов в списке. Количество элементов в списке. Ну, пока у нас модели нет. Давайте сделаем какой-нибудь самодельный список. типа… Так, нет. Давайте-ка сделаем сначала класс, типа что у нас такое расход. Потому что нам нужен список этого класса. Погнали. Создаем новый класс как взрослые мальчики в своем отдельном файле, например. К этому у нас… Тут есть какой-то… А, вот, dark файл. Тут у нас будет expense. И это будет класс expense. У него будет final.int.id. Пишник. Чтобы был каждый final date, time, date, когда мы что-то купили. Final string, name. Что мы купили? И final double price. О чем мы купили? Final. Что здесь означает final? В дарте есть такие, короче, штуки как final и const. Const, наверное, вы догадываетесь, что означает. Типа, вот, если мы пишем, там, const int, там, a равно 5. Это означает, что… Да что с тобой не так? А, static. Ну, короче, может, не static. Ну, в общем, const – это что-то такое, что присвоили, и оно навеки вечное прямо здесь. Final – это примерно то же самое, с той лишь разницей, что присвоить значение можно где-нибудь еще, но только один раз. То есть, когда мы вот присвоим в самый первый раз int, в смысле, там, каждое из этих полей какое-нибудь значение, оно вот зафиксируется навсегда. Почти всегда, ну, можно, наверное, в принципе, всегда, я ни разу не встречал иного, а это делается в конструкторе. То есть, мы составляем в конструктор. Тут опять все посыпано синтаксическим сахаром. То есть, мы прямо здесь пишем, короче, this id, this date, this name. Это что такое? Так, this name. Это ёкарный бабай. А, вот, вариант. This name и this price. Соответственно, все, конструктор готов. Мы сюда попередаем им параметры, они сами что-то пропишут один раз и навсегда. Так, сам указатель нельзя поменять, а состояние того, что лежит в переменной, менять можно, пишет нам Андрей. Ну, да, то есть, у нас же тут это все указатель, а тут указатель поменять нельзя. Он будет указывать туда. Да, короче, так, теперь у нас есть expense, и теперь мы можем сделать из него лист. Экспенсов. Какая-то интересная. Ну да. Экспенс, и как раз id-шник один. Datetime. Ну, тут будет now. Машину. Не тысяча. И да. 45, и я не знаю, какая-нибудь фигня за 88. Типа вот эмулируем такую-такую базу данных, которую нам потом придется, которую надо будет заменить на настоящую базу данных. Пока прохватили так. Итак, item count. Item count у нас, ну, соответственно, expenses.count. Только не count, а length, потому что оно массив. Дальше. Сепаратор-билдер. Сепаратор-билдер – это то, как будет выглядеть наш сепаратор. Уверен, что оно будет довольно, если мы ему вернем divider просто. Сепаратор-билдер, оно там на порчет, по-моему, хотел бы применять. Текст. А, и номер, индекс. Этим там нечетный divider по-другому. Ну, и сам item builder – это, собственно, цвет, который будет строить элемент списка. Элементы списка. Так, давайте сделаем список с заголовком, например. То есть, если, например, у нас это первый элемент списка, то мы будем возвращать сумму наших растратов. Создаем list-style. List-style – это, если мы в прошлый раз делали список из просто текстов, но оно как список работает, то list-style – это такая расширенная штука как раз для списков, с которой можно делать всякие крутые списковые штуки, которые прямо из коробки нам дает Flutter. Его за это и любят, потому что он из коробки дает нам много прибабашек. Сейчас рассмотрим их подробнее. Ну, так как это у нас заголовок, у нас к нему требования будут весьма простые. То есть, нам нужно, чтобы у него был title. Это нам просто текст. Мы напишем total span ss. Нам бы просуммировать все из списка. Ну, ладно, пусть будет 2000. Примерно пойдет. Потом, когда заменим на модель, будем считать по-честным. И если у нас, короче, все остальные элементы списка, тогда мы будем возвращать… Такая крутая штука есть – dismissible. Dismissible – это элемент интерфейса, который можно убрать. Наверное, все замечали, что, типа, вот есть такие списки. Даже там, не знаю, в телеге или в WhatsApp на телефоне их пальцем такой машешь в сторону, и там что-нибудь происходит. Либо он удаляется, либо помечается как непрочитанное и так далее. У Flutter в этом плане про каждый элемент интерфейса есть, кстати, вот офигенная help. То есть, help по элементам интерфейса у них организован в формате такой игротеки. А я люблю игры. Сделано, например, то есть, вот если мы загуглим что-нибудь типа Flutter Dismissible. Там был сайт, я забыл пример о него, и он где же, где же… Да, чтоб тебя… А, ну да, да, Flutter Dismissible. Вот он. Flutter Widget of the Week. Вот. На Flutter Divi они выкладывают видосики на YouTube про Widget of the Day. Весело и смешно. То есть, короче, тут есть описание классов, прям как у всех нормальных языках там или там MSDN, а вверху смешной видосик про то, короче, какой он крутой, классный и так далее. Ну, типа вот там программирует и сюда, выглядит так и так далее. Прям залипательно. Можно смотреть help по Flutter, ну, короче, вместо peekaboo. Уровень веселости сопоставимый. Поэтому, короче, Dismissible – это такая штука, которая позволит нам смахивать элемент с экрана. У Dismissible есть несколько важных параметров. А именно, он Dismissed. Типа, что произойдет, когда мы все это задисмисят? У Dismissed есть, короче, параметр Direction. Типа, какую сторону мы что-нибудь задисмистили? Потому что, если мы, например, ну, вот как в чатиках. Типа, влево удаляем чатик, вправо помечаем, как непрочитанный. Или вылезает какая-нибудь менюшка с панелькой. В нашем случае мы будем, ну, вот, например, удалять. Удалять обедом наши экспенсы. Delete. А, простите, Remove. Remove – это индекс. Индекс у нас есть. Вот мы такие бахнули в этом индексе. Видите, можно еще, кстати, такую классную штуку сделать у Skaffold, да, как выехать снизу уведомляшкой. Мы берем Skaffold of Context. Что это означает? Вот в такой конструкции мы получаем доступ. О, ты молодец. Сейчас мы это фиксанем. Скаffold of Context едет вверх по дереву до первого скаффолда. И он такой, короче, вот этот скаффолд находит, и вот все, типа, мы получили к нему доступ. Показываем SnackBar. SnackBar – это выезжающая снизу уведомляшка. Ее каждый на своем телефоне видел тысячу раз. Собственно, создаем SnackBar. Тут это не сильно удобно, что если там тоже во Flutter, что мне нравится, пошел что-нибудь, и, типа, вот это самое что-нибудь, оно прям так и называется. Типа, вот как мы… Показать AppBar. Ну, создаешь AppBar. Показать SnackBar. Создаешь SnackBar. И вот такое прям налево-направо. Чем SnackBar от Toast отличается нюансами? Типа, вот, ну, элементы, ну, вот прям сейчас не готов сказать какие-то, но, похоже, да, наверняка есть какая-то разница. Так, возвращаемся к SnackBar. Текст. Отлично. Бахнули. Так, мы его бахнули. Так, этого недостаточно. Типа, вот мы его бахнули. Нам же нужно его еще как-то показать. Показываем, собственно, это у нас будет наш лист tile. С ним мы уже успели познакомиться. и на лист tile у нас title text. Текст. Так, и текст у нас формата типа Expenses. Индекс. Вот так вам не прокатит. Да, не прокатит, блин. Индекс. Что мы купили? Это у нас называлось. Name. Что мы купили? И когда мы купили? Текст. А, текст текст был недоволен. Текст. 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 Так, хорошо. А, при бабашке у лист tiles. Кстати, у листайлов есть классные штуки, как иконки. Помните, мы там описывали. Например, иконка в начале списка. То есть мы создаем иконку и затем перейдем саму иконку. Если мы напишем вот икон. А, иконс. У нас тут будет список иконок. Вот есть маленькие превьюшки справа, что это будет выглядеть из иконок. Здесь из коробки вот прям много. Но так как у нас подключено прям в примерах при создании купертина иконс, айконс, то можно сюда писать еще купертина айконс. И это будут те тоже иконки, но они такие прям яблокообразные. Их меньше, но зато про айфон. Разница разительная заметна в следующем. Вот, например, батарейки. Смотрите, какие они батарейки. Горизонтально лежат. Если мы возьмем вместо яблочных нормальные человеческие иконки, то наша батарейка станет уже вертикальной. Вот. Но нам тут особо не нужно. Типа что-нибудь. Ммм. 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 Баксик. И трейлинг. Иконка может быть еще с другой стороны. Так. Типа. Как мы видим, а та. Ресторфрейм трэш. Ресурсоу. Ресайкл. Блин. Делит. Ага, вот. Делит. Ништяк. Подходит. Так. У нас есть наши великолепные красоты список, комментарий Андрея про то, что мы так просрем нулевой индекс, поэтому что мы с этим сделаем? Мы item count на единичку увеличим, а вот здесь мы сделаем наш индекс на единичку меньше. Теперь мы ничего не просрем. Точка с запятой забыта. Ну, вроде должно работать. Погнали. Еще dismissible весь такой желтый. Кстати, ты молодец. Хорошо, когда есть внимательные ребята. Параметр… Да, блин, конечно, ничего не заведется. У dismissible нужно еще сделать параметр key. Это параметр, который его уникальность, так сказать, задает. Что это не просто какой-то, а какой элемент списка, а вот элемент списка с конкретным ключом, что мы вот его удаляем. Соответственно, нам сюда нужен какой-то уникальный номер, и хорошо бы его привязать, собственно, к нашей модели, поэтому, ну, вот, айдишник из базы данных вполне должен прокатить, который у нас пока просто руками сделан. Expenses.index.id. И ключ еще строковый. Такое себе. Возможно, здесь где-то есть такой подтекст, что чуваки хотят гуид. Поэтому можно было бы генерить гуиды, но хорошая практика все-таки привязывать к модели. Поэтому айдишники должны быть тем, чем надо. Ай, собирайся. Ай, собирайся. Жара пошла. Не пошла. Так, что тут у нас? А, ну мы же его же вроде пересобрали. Ну что такое-то? Патрилот. Так, и чуть-дисмисси был ключ. Ну, из-нот-тру. Ну, давайте разбираться, что пошло не так. Индекс равен 0 единичке. Индекс 0, 1, 2, 3, точка айди. Он же не нул, не нул. Ну, наверное, не пересобралось. Ну, ход релот же нам на что? Ну, что? Неужели нужно пересобирать? Ну, давай попробуем. Так. Ключ, ключ, дисмиссия, блин, ничего такого нет. Expenses есть. Индекс от 0 до... 4, ок, все правильно. Странно. Ладно. Спускаем еще раз. Будет обидно, если недостаточно ход. Ну, так, перезагружать все. Предлагает каких-то ништяков, надо посмотреть. Свой новый локальный переменный. Зачем? Такие себе подсказки. Ай, уже почти. И блестящая победа нашей сборной. Да, недостаточный ход. То есть, круто, конечно, что это ход релот фишка, но, как мы можем наблюдать, работает она не всегда. Вау. Подождите-ка, мне показалось ли тут время поменялось? Оно должно регулярно меняться. Ну, короче, что-то пошло не так. Или так, но незаметно. Ладно, что тут у нас есть? У нас есть наш Flutter Demo Homepage. Что это, кстати, такое? А, это дефолтный заголовок. Вот он, title, который мы направили на страницу. Тот title мы прошвырнули в build и в app bar. Это вот синенькая фиговина наверху. Это app bar. У нее там есть еще всяких разных параметров, типа там стили, картинки, короче, там дети, цвет, шрифт. Но эти тонкости, эти дизайны мы сейчас касаться не будем. Затем, вот он наш список. Кстати, не особо-то и скроллится, да? Потому что у нас мало элементов. Судя по этим голубеньким фиговинам, он будет скроллится. Первый пункт. Мы его такие пытаемся смахнуть, он не смахивается. Потому что он просто вот expensive. Вот они, наши иконки. Левая иконка, правая иконка. Slash n у нас делает многострочный текст. Дата выглядит как-то не очень. Но там наверняка есть какой-нибудь привабашки для форматирования даты тоже ставим. Но потом, теперь давай что-нибудь удалим. Типа вот еду. Ее можно влево, вправо, вправо, влево потаскать. И такие, а, мы же direction никак не учитываем. То есть, короче, можно было бы в зависимости от direction что-нибудь делать. Но сейчас, наверное, удалиться мы в любую сторону, да. Мы такие сдохли. И запись уничтожена. Вот слева, снизу у нас вылезла вот эта вот фигня. Snackbar. Что мы видим из неприятного? У нас, короче, дивайдеры остались. Так, чего? Кто-то что-то говорит. Кто говорит? Блин. У меня когда-то пропали все люди. А, вот вы где. Так. Ну, ладно, неважно. Кто говорил, уже не говорит. Zoom как-то неуютно работает с двумя мониторами. Так, разноцветное смахивание сделать. Да, можно сделать разноцветное смахивание. Там тоже все это настраивается в параметрах. Ну, типа, нужно просто порыться. То есть, у там, dismissible, у style, у прибабашек, всяких разных, у них прям много параметров. И они все про дизайн. То есть, дизайнеры, они же любят, придумают всякие разные крутые вещи. И, ну, типа, вот, пим, да, ешки-матрежки, как это, там, прилипнуть-то уже. Пойдет. Так, dismissible, сам не умер. Никто не сказал списку, подумай еще раз и нарисуйся. Да, наверное. Короче, нужно будет еще с этим поразбираться. Такие бах-вах. Ну, кстати, вот такой вопрос, что ход reload-то у нас сейчас не сработает, надо полагать, да? Нам еще, кстати, контр-эксепшен вылез вон внизу, смотрите. Range error. Когда на дефайле листинеры анимейшн контроллера. Типа, два диапазона от нуля до единички. А, нет, стоп, не а. Да, короче, когда у нас меняется вот этот вот expenses, надо бы этот список перестроить. Ладно, дадим это на откуда нашей модели. Потому что Андрей написал все верно. То есть мы ее удалили, показали snackbar, и никто не сказал списку перестраивайся. Но мы и не можем сказать списку перестраивайся, потому что он у нас stateless по нашей задумке. Чтобы он был, короче, перестраиваем, нужно либо делать stateful widget, либо применить модель, которую, собственно, мы и сейчас будем применять. Погнали. Останавливаем это все. Сдохни, сдохни, сдохни. Так. Делаем модельку расходов. Встаем тоже, короче, специальный под это дело класс. Так. Так. кстати вот тут переживали кто про импорт он такой а при мод элемент модель модель он не видит потому что нужно работать добавить руками а если бы мы должна быть модель а не должно быть модельки мы же не добавили в этот проект вот где там наш яму мы такие получаем зависимости force ревендер есть у стоит фулов виджетов помнишь вот я рассказывал прошлый раз что стоит виджет это те которые могут перестраиваться в зависимости от того что у них там что-то поменялось стейтлэс не может перестраиваться и на это как раз и завернется тем нет вот релот должен работать из кода мы не можем заставить это все перестроиться ну то есть может быть как ты можем грязными хаками но вот короче в инструкциях написано типа нет не делайте такого никогда носите про импорт и он такой нашел модель который говорит что вот модели она добавится вот так что у нас из себя будет представлять модель она будет нас представляет список наших расходов прокатывает что-то что с тобой не так isn't it type как это isn't it type а ну правильно да блин надо на него ссылаться на этот файл и теперь нам нужно как-то его короче хранить заполнять там возвращать пропертя и так далее но пока что перетащим на него наш самодельный и соответственно вот здесь мы его вот эту всю штуку оборачиваем в модельку создаем с модель вот теперь у нас вся эта штука знает про модель и надо будет перестраивать все виджеты которые на нее ссылается так что там ты пишешь циклические импорт и можно не знаю попробуй на смысле что пробовали попробуем это штука на слайд на экспенс это у нас будет ссылаться вот они циклические друг на друга ссылаюсь что-то мне даже интересно это заведется вообще аналайзис глядите-ка дат аналайзис говорит на она правильно он говорит нам что мы ни хрена не скомпилируемся потому что удаляли лишнее ну короче вроде можно не знаю как это на практике будет работать можно поэкспериментировать так вернемся к моделька модельку сделали теперь нам нужно здесь нас интересует так наверное вот весь короче листвию получается нам нужно обернуть или даже не весь листью а прям короче вот у нас модель а вот это все у нас должно перестраиваться листью нужно перестраиваться достаточно листью обернем модель descendant возможно это плохая идея но ладно узнаем об этом потом так у нас модель . ключ берем дань соответственно где там у нас а нам отиндексы ношу не только но и 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 а и и и и и и и и ну и вот такими таком духе то есть тремов пока короче не будем тексты, текст, текст, текст делаем как текст, можно с коробками сгенерить может спасибо за добрый flutter так где там наши модельки, все хорошо? нет, еще недостаточно все хорошо спасибо спасибо ну что, все должно быть чеки-пупы, проверяем спасибо 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 медленно проверяется но возможно оно того стоит чем мы хотим добиться этим вообще у нас dismissible не будет ничего это нужно будет еще сейчас допрограммировать кстати надо посмотреть как ход reload работает, если мы прям короче там вот эти сторонние классы будем редактировать прокатит прокатит не прокатит, хорошо бы чтоб прокатывало так, ну вроде все работает дисмесится 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 о, забавно оно дисмесится но по факту это ничего не происходит то есть мы короче дисмесим а на бизнес модель это не влияет любопытно а, ну правильно потому что мы даже не вызываем этот метод который все перестроить вот сейчас смотрим такие expenses модель делаем remove add index показываем snackbar а здесь делаем метод и накипаем вот теперь должно типа все быть хорошо так тут у нас происходит ход reload и дисмесит виджет still part of the 3d ни черта не работает у нас ход reload вот отстой ну может быть еще одна попытка ну нет какие-то еще есть классные кнопки flutter attach видимо не оно ладно перезапускаем что мы этим добились мы добились того что когда мы удаляем элемент он должен уведомить всех кому интересно интересно это у нас всей этой модельки которая должна билдером перестроить список можно уголь кого именно уведомить несколько вью на модель да ну ты вот здесь подписываешься то есть ты когда делаешь короче сколт модель это ты делаешь кому короче даже не так то есть вот сколт модель типа верхняя обертка это ты оборачиваешь все виджеты которым интересен интересно эта модель а сколл модель descendant ты оборачиваешь все виджеты которые будут перестраиваться при изменении модели то есть условно говоря вот модель создали и если у нас были параметры которые мы не ожидаем чтобы перестраиваться мы сюда бы их записали часто они совпадают сколп и скоп модель descendant иногда нет если у тебя несколько моделей или несколько вью там тоже есть способ до них достучаться то есть во-первых ты стучишься по типу модель если предположить что у тебя допустим несколько экспенс моделей и от нескольких экспенс моделей у тебя зависит элемент списка ну это во первых это провал архитектуры во первых но если вдруг почему-то так нужно то там наверно придется запотеть не знаю как это сделать там сразу из коробки там есть способ обращения а нет почему не знаю знаю то есть у тебя же приходит моделька в билдер и ты как по конкретный прям экземпляр класса можешь смотреть что за модель у тебя пришла если ты там сделаешь какие-нибудь айдишники то можешь написать что их нужно айдишник зем там делай то что тебе хочется если тебе жирная модель интересен только ее кусочек а конкретные листья не не знаю давай посмотрим может быть и можно так что тут у нас удаляем элемент оп смотрите-ка чудо из чудес произошло сепаратор лишний не остался и тут не остался вау господи какая красота ощущение будто в космосе летаешь так конечно хрен мы это перестроим правильно о нет перестроилась нет вы поглядите пацаны вау hot reload заработал боже храни чуваков которые это напрограммировали так можно удалять бесконечно ладно так удалять хорошо будем добавлять давайте а перед этим давайте посмотрим что там у нас короче с чем еще там можно натихать похоже что тут было что-нибудь еще и у листера нету что он тут делает по большому счету он тут если совпала версия то он ее уведомляет листинер сфлист листинеры не торчат наружу для каждого короче мы что-то вызываем а листинеры может быть не торчат наружу мы их можем добавлять ремувить считать сколько их у нас есть и все ну походу нет типа либо натихать можно только всех но он конечно еще экстенит листинабол листинабол кстати это прям кусок флата в общем так если ты хочешь строить модель вью вот такой сложностью что жирная модель вот сам типа ее и строй тут пацаны сделали если у тебя что-то быстренько и простое то есть эта штука которая уведомляет виджет о том что что-то поменялось надо перерисоваться то есть сам этот скоб модель дарт он уже крошечный на 300 строчек всего и то вот еще вон что-то пожалуйста поперефиксите нам кучу всякой классной ерунды короче любопытство ради вот тут прям разработка идет можно было в качестве упражнения взять и написать свой скоб модель короче выглядит как развлечение на полчасика ну а пока пользуемся им эти вот чуваки написали 200 строк из которых 150 комментарий и у них уже 91 рейтинг в сообществе вот на хабре гораздо сложнее такой рейтинг получить на чем остановились а мы хотели добавлять точно короче надо добавлять добавлять события как мы будем их добавлять мы будем добавлять типа кнопкой добавить возвращаемся в наш интерфейс где там наш скафолд у него есть апп-бар боди он такой тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь добавляем кнопочку плавающая кнопка действия floating action button как и повсюду floating action button мы такие берем и пишем сюда floating action button быстро просто понятно у floating action button что бывает у него бывает он пресет надо чем-нибудь добавить в модель сейчас мы добавим попозже и внешний вид у него еще бывает внешний вид мы обсуждаем иконку сделаем иконкой и а у нас появилась кнопка она должна сразу появиться сработать вот теперь в нашу модельку нужно на прессе добавить айдишник чтобы моделька контролировала мы пишем сюда типа мы купили яблок за 10 и все время тоже не надо так что не так undefined name модель правильно потому что мы короче вот descendant вы не в курсе про эту модель до получается но нам не надо перестраивать эту кнопку с другой стороны что же делать что же делать попробуем сделать следующую штуку сколп модель не что получится ну да вдруг сколп модель экспресс модель экспресс модель ладно не работает ладно обернем пока что так филдер это что не так скобочка порядочек и мы добавляем филдер экспресс филдер экспресс филдер экспресс Дальше то у нас было. Так, отлично. Пересохранили. Ход релот. Молодец. Длина может уменьшаться. Пахнет буидами, да, или глобальной. Модель положить глобальную. Напрашивается такой вывод. И мы сейчас сдохнем. Да, правильно? Что-то мы не дохнем. А вот все сдохли, да. Молодец, Андрей. Ну, короче, если бы мы не собирались все перекатываться к базе данных, мы бы сделали что? Мы бы завели глобальный счетчик или не глобальный счетчик, но какой-то счетчик и увеличивали бы ID-шник непрерывно, ну, прям как в настоящей базе данных. Ну, давайте пока так и сделаем. Потому что базу данных нельзя. Сейчас, наверное, уже не успеем. Но попробуем хотя бы типа новую экран ввода формы сделать. Так, мы делаем, короче, счетчик. Как в базе данных. Можно проинициализировать сразу items count. Не можем. Не правильно. Придумывали себе. Так, здесь мы делаем ID-generator. Садим. И Садим. Короче, вот теперь у нас все будет зашибись. В этом плане. Вот я бы, кстати, тискал, что это прям офигенно быстро работает на эмуляторе. Хотелось бы потыкать в настоящий девайс. У меня из настоящих девайсов под рукой сейчас только iPhone. Мы, конечно, можем сделать следующих вот конем. Типа я, допустим, подключу Mac по ВНЦ. Он и так тормозит. А если он будет по ВНЦ, а еще потом это все, короче, по зуму, то мы состаримся, прежде чем это все, короче, до вас дойдет. Поэтому, ладно. Надо, блин, разжиться Android. Правильно? Придется разводить детей на телефоны, они не будут этому рады. Хорошо. Так. Но так как экспенсы нам нужно как-то заносить, надо завести новый экранчик. Новый экранчик у нас будет, короче, заведен новый виджет. Типа страничку какую-нибудь ADD expense. Устройство надо стримить. Точно, это будет, получается, эмулятор iPhone на Mac через ВНЦ, через Zoom. Это будет очень медленно. А, из устройства. А что с устройства стримить? Устройство такое, в камеру сунул и такое, оп, смотрите. Смотрите, как быстро. Не очень удобно. Согласен. Короче, хрен с ними, с этими устройствами. У вас же есть свои телефоны. Вот. Ладно, продолжаем. Это у нас будет Stateful Widget. И погляди, какой умный. Сразу нам Купертина сюда добавил. Стоило только про iPhone начать разговаривать. Нокиа 3310. Господи, Nokia 3310 уже по 30 лет. У них, наверное, уже давно сдохла батарейка и никто их не производит. Это да. Ну, если она только на 1% села, то это не она должна тянуть Flutter, а Flutter должен тянуть ее. Такое. Так. На чем мы остановились? А, создаем State. Нам нужно еще State соответственно будет. Так. 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 Ну и короче, сюда нужно добавить форму. Так. Сомневаюсь, что мы успеем за оставшиеся там 5 минут это сделать. короче ладно давайте так про домашку домашку я еще сейчас напишу в текстовичок надо будет в качестве домашки поплату руду делать до конца этот короче менеджер расходов здесь мы сделали грубо говоря интерфейс добавление удаление надо будет сделать базу данных локальную базу данных мы пройдем у нас субботу с вами две пары будет на первой паре мы пройдем как добавлять базу данных локальную как не обращаться коснемся база данных если она торчит в интернете допустим если на взрослые мальчики хотим делать менеджер расходов где он расходы будет в облаке хранить у каждого же наверняка есть свой личный сайт где поднят mysql вот как туда стучаться это не должно быть слишком сложным ну и собственно все то есть менеджер расходов с базой данных ну и там какие мелкие прибабашки типа там расходы за месяц самый популярный сайт с твоим лицом ну пора вы завести уже господи на крайняк бесплатных сайтов раньше было много сейчас наверное должно быть еще больше завести посмотрим наверно локальный будет достаточно в зависимости от того насколько это увлекательно лезть в интернет и за базой данных скорее всего это не очень увлекательно поэтому можно будет не заморачиваться а может быть можно будет я еще решу до суббота до субботы скилой да например дальше если все будет хорошо и мне вдруг покажется что в дарте мы изучили все что хотели изучить то начнем субботу react native поэтому позаботьтесь чтобы у вас стояла react native или там хотя бы что было то есть на реактиве мы напишем hello world то есть если вы вдруг не успеете его поставить в субботе ну ладно будет зато видосе как делать hello world на react native а к следующим занятиям которые будут вероятно в субботу а может быть опять вот так же вот размаз на понеделе надо чтобы он уже прям стоял и можно было в него тыкать ручками тоже со следующей субботы наверное уже пора принимать домашки у вас там сейчас я судя по чатику идут какие-то там сдачи пересдачи комиссии и комиссии вот поэтому домашки тогда давайте со следующей субботы потому что их у нас накопилось аж целых типа три это уже будет четвертая вот так дальше манга дб стилает что тут нам пишут же не андрей базе напрямую да блин ты же прав то есть есть напрямую в базе данных во первых никто не пустят даже если это неплохо то нужно в дску поднимать это уже как-то слишком лениво поэтому да наверно обойдемся скилой там руку от будет ну не до домашек и не до домашек то есть сроков по домашкам нет то есть теоретически можно сдать их все в последний день если у меня время на это хватит я бы конечно так не хотел потому что вдруг не хватит с такими короче карантинами у нас же суббота с вами попадает еще на второе мая на девятое мая попадают субботы а там уже сейчас принципе это все будет тянуться до середины июня карантин еще будет хрен знает сколько поэтому домашки надо затянуть потому что ну как я уеду в августе в отпуск и останетесь без данных зачетов или что там будет нехорошо такие дела короче этот видосик я молодец домашку я напишу видосик выложу я в смысле на острова на острова не закроют границу если закроют то по морю можно приплыть вот на хрена бабушки ехать за границу когда в августе здесь лучше чем за границей ну русские закрывают въезд для машин русский для лодок не закрывают такие дела ладно на сегодня все всем пока приходите еще